МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в гостях Алексей Зеленов, капитан хоккейного клуба «Снежинка» из Горок Десятых. И Андрей Фомин, капитан хоккейного клуба «Петелины» из Часцов. Правильно? Да. Добрый вечер, гости. Я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Дозвонившись по нему, вы можете высказать свое мнение, может быть, поделиться советами, а может быть, задать свой вопрос. Потому что наши сегодняшние герои знают о хоккее все, а может быть, даже чуть-чуть больше. Хоккейный сезон на этот раз поздно начался, правильно? Только в январе. Совершенно верно. И, между прочим, официальным его открытием стала первая игра турнира памяти хоккеиста Александра Демина. Произошло это в Часцах. Давайте вспомним, как это было. Ты любишь хоккей? Да. Будешь заниматься хоккеем? Я люблю очень заниматься и буду заниматься. Олег приехал в Часцы из Рузы. Он уже точно знает, что будет хоккеистом, как папа. Александр Демин, нападающий под номером 25 Часцовской команды Петелина, трагически погиб несколько лет назад. И теперь хоккеисты Одинцовского района каждый год собираются на турнир, посвященный памяти спортсмена. Это очень много значит, это очень важно для нас. Это уже не первый год. Мы сюда приезжаем, мы очень рады. Это доставляет нам очень много эмоций. И у меня, и у ребенка мы просто счастливы. В этом году бороться за кубок Александра Демина будут 10 команд. В первой игре на поле встретились сильнейшие клубы Одинцовского района. Часцовская команда Петелина и Снежинка из горок десятых. Конечно, мы хотим победы, но здесь не только мы ожидаем чего-то. Это праздник, праздник для всех, для нашего поселения в частности. Хоккейные клубы, участники первой игры, давние соперники, поэтому представляют, что можно ожидать друг от друга. Боятся только сюрпризов погоды. Небольшой мороз, то, что надо для хоккеистов, но синоптики не обнадеживают спортсменов, обещают оттепель. Опасаемся в плохой погоде, чтобы нам нужно довести то, что мы все-таки начали. Поэтому все команды сильные, все команды нам известны. С многими мы играем и играли на чемпионате Одинцовского района и на дворовых площадках. Так что все нам хорошо известны. Скажем так, на каждую команду мы всегда по-разному настраиваемся. Сначала хозяева льда шли вровень с гостями из горок десятых, но уже к концу второго периода Снежинка закрепила за собой преимущество. Уйдя на очередной перерыв с отрывом в одну очко. Завершился матч победы успенских хоккеистов со счетом 7-4. Но это только начало турнира. Шансы получить кубок Александра Демина пока что есть у всех команд. Финальные игры по плану должны пройти в 20-х числах февраля. Андрей, сколько игр, турнир уже позади и кто возглавляет турнирную таблицу? Насколько я понимаю, по двум группам идут соревнования? Совершенно верно. Круговая система уже у нас прошла. И завтра у нас уже плей-офф. С каждой группы вышло по две команды. С нашей группы группа вышла с первого места Снежинка и со второго места Петелина. Вот собственно Снежинка и вот Петелина. Совершенно верно. Группа Б вышла старый городок с первого места, со второго и с Краденцова. То есть есть все шансы, что вы в ближайшем будущем встретитесь на льду? Возможно. На самом деле на льду, я так понимаю, вы часто соперничаете. Отражается ли это на отношениях вне ледовой арены? Да нет, мы очень дружны. И наше вот это хоккейное братство, я считаю, это здорово. Мы общаемся не только на льду, мы общаемся и вне льда, и в свободное время. Бывает, что мы какие-то семейные мероприятия вместе проводим. Все как у людей. А еще вы большим делом занимаетесь. Вы начали когда-то вместе возрождать любительский хоккей в Денцовском районе, правильно? Совершенно верно. Сколько лет назад это произошло? Ну, началось все где-то в году 2006-2007, скажем так, ближе мы друг друга узнали уже там в году 2008. Мы занимались именно на своей территории, приводили в порядок то, что было, хоккейные коробки, то есть выстраивали саму вот эту вот систему, то есть как это должно работать, то есть заливка, чтобы все это... Для того, чтобы играть в хоккей, нужен лед. В первую очередь. Поэтому, да, делали лед, собирались команды, приходили желающие, из этого формировались составы. И потом уже мы просто, скажем так, искали выходы, искали, узнавали, в каком поселении кипит хоккейная жизнь. Созванивались, общались, разговаривались, договаривались о каких-то матчах. И вот, в принципе, с этого все как бы и началось. Да, оказалось, любителей хоккея настолько много было. Но вот только в турнире Александра Демина около 10 команд принимают участие, правильно? И это еще не все. Есть у нас еще армада знаменитая. И это ведь только взрослые команды. Наверняка есть еще и более младшие составы. Мы сейчас пробуем. Собралась команда с поселка Горки-10. Ребята от 15 до 18 лет. Мы собрали еще команду в Назарево. Там тоже вот эта же возрастная категория. В Голицыно. В Чистцах. Вот Андрей подтвердит, что тоже ребят набираем. И, наверное, на следующей неделе мы планируем дать старт вот именно такому юношескому турниру дворовых команд. Это будет действительно впервые. Потому что был большой перерыв. И детский хоккей в поселениях, вот именно во дворах. Но его практически нет. Я надеюсь, что съемочная группа ОТВ обязательно будет на этом мероприятии и покажет и расскажет, как все прошло. Мы с удовольствием проинформируем, потому что люди должны это видеть. И это должны видеть ребята, которые, может быть, имеют какие-то сомнения в плане пойти им заниматься там хоккеем или не пойти заниматься. То есть хоккей для любого возраста. А как отбирали ребят для вот этих вот соревнований? Уже должны были быть какие-то навыки или, в общем-то, любой желающий мог попробовать свои силы? Любой желающий мог попробовать свои силы лично в нашей команде. А желающих много сейчас? Да. Да, много. Но на данном этапе, конкретно на этот турнир, мы не можем всех желающих в команду. То есть их настолько много? Да. Поэтому мы планируем, мы делаем второй состав. И надеемся тоже... Что все получится. Все получится, да. И будет это как бы работать. Надеемся, что всем хватит и места, и сил, как говорится. Мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. По этому номеру вы можете задать свои вопросы нашим гостям или высказать свое мнение по сегодняшней теме. А говорим мы сегодня о хоккее, прежде всего, любительском. Андрей, если возвращаться к турниру памяти Александра Демина, как вообще родилась его идея? Откуда она пошла? Ну, эта идея у нас появилась с Алексеем совместно. Созвонились с командами, с другими поселениями. И все поддержали единогласно. И мы решили провести этот турнир. В большом масштабе. Александр Демина – это хоккеист команды Петелина, правильно? Да. Я немножечко несу поправочку. Мы в прошлом году проводили небольшой... Это был матч. Не турнир, а матч. Мы проводили матч в честь памяти. То есть турнир в этом году первый раз? Поэтому, да. В таком масштабе, да. Очень приятно, что многие ребята, многие команды откликнулись и приняли участие. Это здорово. И в то же время и администрации, и очень гостеприимно нас встречали в часах. Это здорово. Спасибо всем огромное. Мы работаем в прямом эфире. У нас есть звонок. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Владимир Алексеевич. Скажите, пожалуйста, а вот команда «Искра» Одинцова, то есть что это за команда, если можно спросить у нас представителя команды? Спасибо большое. А вы с какой целью интересуетесь? Ну, город тоже как бы пополняется слухами. И вы, может быть, себе хотите попробовать в хоккее? Ну, как бы да. Отлично. Спасибо большое за звонок. Так что же за «Искра» такая? Команда «Искра» – это команда, состоящая в основном из ветеранов, из возрастных хоккеистов. Эта команда принимала участие и в чемпионате Одинцовского района, вот последний сезон, который был. Возрастная, взрослая команда, опять же, состоящая целиком и полностью из любителей хоккея. Это жители Одинцова. Мы, к сожалению, не знаем всех пофамильно, но вот инициаторы – это как бы Владимир Белюкин и Жуковский Геннадий. Вот, насколько это нам известно. Но команда сильная, сыгранная. Возрастная, сильная команда. Опытные уже хоккеисты. Да, могу напомнить, что на последнем чемпионате района некоторые хоккеисты оттуда играли за часы, за петель. Ну, значит, вы знаете их очень хорошо. Характеристика, значит, соответствует. Наш воротарий Снежинки, Кузьмичев Анатоль Борисович, которому на сегодняшний день 70 лет, он тоже стоял на воротах за эту команду, потому что его пригласили, его позвали. Это было на последнем чемпионате Одинцовского района. Вот, кстати говоря, хочется коротко об истории клуба Петелина. Когда появился, сколько уже лет? Ну, как уже говорили в начале передачи, с 2006-2007 года начал возрождаться эта команда. До этого команда, к сожалению, я живу в поселении с 2004 года, и я слышал просто историю, что раньше была команда под названием Петелина. Петелинская птица фабрика, так она называлась. Это в далекие 90-е годы. Потом команда исчезла. Не до этого было. Да, мы долго думали, как назвать эту команду, часы, там, метеор. И в итоге там пришли к мнению назвать ее Петелину. Ну, Снежинки-то 30 с лишним лет, правильно? Да. Под 40 уже, скорее. Да. Можно назвать ее старейшей любительской командой в Одинцовском районе? Вы знаете, ну, в основном, надо сказать, что это была детская команда. Она никогда не была взрослой любительской командой. Она была детской командой, и только дети ездили на первенство Всероссийское «Золотая шайба». Взрослой командой она стала сейчас. Потому что, ну, детьми мы отзанимались, и все разлетели кто куда. Дети выросли, да, соответственно. А почему обратно в хоккей-то потянуло? Потому что в детстве очень много было отдано этому виду спорта. Меня в хоккей привела бабушка. Она меня водила, потому что я жил не в поселке Горки-10, а в соседней деревне. И мне приходилось ходить пешком и в школу, и на тренировку. Вот ОФП. Да, 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 да. Это необъяснимо, как рыбога тянет на пруд, на речку и охотника в лес. Так же и нас тянет на лед, на хоккей. Мы не можем жить без хоккей. Не можем без хоккей. Это, наверное, кто однажды вступил на лед, тот больше со льда не уйдет. Совершенно верно. Никуда. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-508-86-84. А я хочу напомнить телезрителям, что параллельно с турниром памяти Александра Демина в Одинцовском районе идет еще и другой турнир, который называется «Русская классика». Первая игра этого турнира состоялась в конце января в горках десятых. На льду встретилась как раз Снежинка и команда главы Одинцовского района «Армада». И давайте посмотрим, чем же закончилась та игра. Хоккейная коробка во дворе и ежедневные тренировки в кругу друзей таких же любителей хоккея. Так начинались истории многих легендарных спортсменов. Не исключение и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский. В те времена хоккей был первый вид спорта в Советском Союзе. Поэтому все хотели быть Харламовыми, Михайловыми, Петровыми. Ну и, естественно, большая мечта, много работы. И так вот и появился хоккей. Для юных спортсменов мастер-класс «Легенд хоккея» Валерия Каменского и Алексея Морозова – уверенный шаг в большое спортивное будущее. Аплодисменты нашим юным звездам хоккея! Скрестный шаг, змейка и упражнения с клюшкой перед тренировочным матчем – отработка техники катания. Считанные минуты и юные хоккеисты почувствовали себя более уверенно рядом с чемпионами. А значит, можно переходить к игре. И хотя команда Алексея Морозова сразу начала атаковать, к ожидаемому результату это не привело. Первую шайбу, впрочем, как и вторую, забили хоккеисты Каменского. И, похоже, это не на шутку раззадорило морозовцев. Автор одной из шайб, Михаил Одиноков, уже три года занимается этим видом спорта. Мне давали хорошие пассы, все хорошее было. 2-2 игра закончилась в ничью. Как ты думаешь, почему? Ну, потому что не оборонялись. Больше атаковали? Да. Игра между командами Алексея Морозова и Валерия Каменского закончилась счетом 2-2. Юные спортсмены уверены, сыгранности не хватило. А их легендарные коллеги говорят, ошибки в спорте не редкость. Работать им еще много придется, а ошибки в хоккее всегда бывают. Главное – желание и любовь в хоккее. Ошибки все исправятся. Надо все-таки, когда в хоккей выходишь играть, на тренировки надо одеваться шлем. То есть ребята вышли без шлемов, а это очень травмоопасно. Победила дружба, а значит, новые клюшки заслужили все участники матча. Кроме того, Андрей Иванов – капитан команды «Армада», который только предстояло выйти на лед, вручил местному хоккейному клубу «Снежинка» машину для заточки коньков. Противостояние команды главы района и горковских спортсменов – событие долгожданное в мире Одинцовского хоккея. Торжественно вбросить шайбу доверили олимпийской чемпионке Ларисе Лазутиной. «Армада» и «Снежинка» – сильнейшие команды Одинцовского района и давние соперники. То, что на поле будет горячо, стало понятно с первых секунд матча. Счет на пятой минуте первого периода открыли хозяева. Гости перешли в нападение, но результат получили только 10 минут спустя. Счет 1-1 на табло продержался недолго, уже через минуту. Шайбу забил номер 11 «Армады» Андрей Иванов. На первый перерыв команды ушли со счетом 4-2 в пользу гостей. Игра напряженная, тяжелая. Команда «Снежинка» усилилась по сравнению с прошлым годом. В прошлом году мы обыграли их со счетом 7-2. Сейчас я смотрю, они явно готовились, усилили, переиграли состав, усилились. И пока все очень напряженно и непредсказуемо. Во втором периоде напряжение только усилилось. Поговорка «Дома и стены помогают» на этот раз потеряла свою актуальность. «Фортуна» оказалась на стороне «Армады». Нужно как бы стараться, стремиться. Но команда «Армады» это достаточно скоростная команда, достаточно сыгранная. И я даже скажу, что выше классом, чем команда «Снежинка». Потому что ребята все отлично катаются, хорошо владеют клюшкой, владеют шайбой. Но нам, конечно, тяжеловато. К третьему периоду «Снежинка» и «Армада» подошли со счетом 5-2 в пользу гостей. Болельщики требовали шайб. Хоккеисты «Армады» и не думали уступать. Собраться хозяевам поля стало еще тяжелее. На табло 4-9 команда главы Одинцовского района «Армада» ведет. Но до окончания матча еще около пяти минут. А недавно вышедший на экранный фильм «Движение вверх» доказал, чудо может случиться и за три секунды до окончания матча. Но чудо на этот раз не произошло. Товарищеский матч закончился счетом 11-5 в пользу команды «Армада». Игра была сложная, но красивая, зрелищная. Хоккеисты Одинцовского района и проигравшие, и победившие в очередной раз собственным примером доказали, что заниматься спортом всегда в моде. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». Мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Это наш номер телефона. Звоните, сегодня мы говорим о хоккее. Вот сколько мальчишек опрашивало после всевозможных хоккейных матчей. Многие говорят, самое главное в хоккей клюшкой владеть. Хотя вроде бы специалисты говорят, что техника катания не менее важна. Так что на что в первую очередь обращать внимание? На технику или на клюшку? Абсолютно на все. Мелочей не бывает в хоккее. Нужно стремиться к совершенству. Если ты ребенок, и занимаешься, и хочешь в будущем стать хоккеистом, это колоссальный труд. Без катания не будет мастерства владения клюшки, а без владения клюшки не будет катания. Все единое связано. А техника это фигурное катание. Там, наверное, будет хорошо и красиво. У хоккей еще нельзя забывать, что это вообще силовой вид спорта. Поэтому именно сама техника катания, ты должен жестко и твердо стоять на ногах, очень жестко и твердо владеть клюшкой, владеть шайбой. Ты должен быть физически сильным, морально подготовленным. Это, опять же, колоссальный труд и большая нагрузка. Когда был матч между юными хоккеистами Каменского и хоккеистами Морозова, мне посчастливилось стоять с мужчиной, который очень хорошо все комментировал. В общем, вывод, он подытожил матч, сказав примерно следующее. На самом деле, ребят совершенно не умеют играть в команде. Вот там, например, был молодой человек, уже забыл, в белый, кажется, футбол. Говорит, вот, он сам хочет забивать, он пас никому не дает. Соответственно, результата эта игра не приносит. А как детям объяснить, что хоккей – это еще, мало того, что силовой вид спорта, так еще и командный? Командный вид спорта, но давайте, скажем так, не будем брать во внимание, что это не ответственный матч, это больше праздник для жителей. Да и мальчишки, наверное, первый раз друг друга увидели. Да, и мальчишки, многие из других поселений дети приезжали, кто-то первый раз увидел друг друга. Но у них нету костяка, нету команды. Они на сегодняшний день в самом начале, только, скажем, своего пути, только встали на коньки, только овладели клюшкой. У большинства детей нет экипировки, и весь этот хоккей для них, он действительно, как любительский, как развлечение. Потому что если ребенок занимается, вот его видно, он в форме, он занимается. Ребенок, который натренированный, его сразу видно. Ну, ему, может быть, стало неинтересно, поэтому он видит, что может взять инициативу на себя, он едет и забивает. Этому тоже учат. И игре в команде этому учат. И когда у тебя ответственность, ты являешься частью команды, и разделяешь со своими боевыми товарищами и сложности, и вот это вот старание выиграть, это действительно команда. В общем, умение делиться и в хоккее тоже очень полезно. Конечно, конечно. Поэтому, как правило, люди, которые играют в хоккей, это общительные, это общение, это умение сориентироваться в любой ситуации. Опять же, нельзя забывать, что это сильный вид спорта. Андрей, поддерживайте коллегу. Абсолютно. Вот, кстати, хоккей как-то в жизни помогает? Вот те навыки, которые вы на поле приобрели. Ну, понятно, не клюшка, не палка махать, а вот те человеческие качества, которые, наверное, каждый спортсмен в себе вырабатывает. Вот у меня лично, я благодаря хоккею с каждым годом обретаю все новых и новых друзей. И я безумно этому рад, что в моей жизни появляются новые люди, и они мне отвечают взаимностью. Совершенно верно, поддерживаю. То есть вот это хоккейное братство, оно действительно в нашем районе существует? Абсолютно. Оно существует, и люди, занимающиеся, ну, мы говорим о любительском хоккее. Мы можем поговорить обо всем, даже не общаясь, как бы не дружить с человеком, а просто общаться. Мы можем поговорить о своих всех проблемах, выложить с человеком, тебя поймут, все расскажут, помогут. Поэтому... Приезжая, вот добавлю, приезжая на какой-то, мы ездим, бывает, на международные какие-то турниры, там, в другие страны, в города, вот приезжаешь и знакомишься с абсолютно разными людьми, с другого конца света, там, кто-то из Норвегии, но он русский, кто-то из Финляндии, но он тоже русский. И мы общаемся, мы созваниваемся, мы поддерживаем отношения, мы делимся своими, там, новостями, успехами. Ну, это здорово, я считаю. Поэтому вот благодаря хоккею очень много новых, интересных знакомых. А если возвращаться вот к тому самому первому матчу турнира «Русская классика», 11-5, Алексей, как вы думаете, почему именно такой результат получился? Ну, мы, как всегда, долго собирались, а под завершением матча... Только разогрелись. Только разогрелись. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, я скажу на своем примере, и думаю, что мои партнеры, мои друзья разделят со мной это мнение, у нас просто мы были в хорошем, нормальном, расслабленном состоянии, ведь это действительно получился шикарный праздник, полевая кухня, каши, блины, чай, люди довольные. Андрей Робертович Иванов с нашими уважаемыми гостями приготовили подарки для людей, то есть для детишек, раздали клюшки, нам подарили подарок. Мы безумно благодарны за это внимание. Нужные в хозяйстве вещи. Да, это нужно, и без этого нельзя. Мы очень благодарны и за подарки, и за то, что вот эта добрая традиция, она поддерживается каждый год. Это здорово. Андрей, почему «Русская классика» турнир называется? Ну, «Русская классика» прежде всего люди играют на открытом воздухе. Так, как это было раньше, в советские времена. В вашем детстве, наверное. Сейчас в основном все игры проходят, стараются играть в закрытых, в ледовых площадках. Ну, вот, да, как вы правильно сказали, как в нашем далеком детстве, когда снег идет, и матч состоится в любую погоду. Не было такого вот на первенстве золотой шайбы. Ты, если приехал играть, и у тебя стоит в расписании игра в два часа, она в два часа будет, неважно. Снег идет, ветер сильный, штормовый дует. Неважно, играть все равно будет. Наверное, вот поэтому это, как сказать, это выйти во двор. Собственно, хоккей любительский на то и есть, чтобы играть, несмотря ни на что. Вы уже более 10 лет возрождаете любительский хоккей в Одинцовском районе. Вот как было тогда и как есть сейчас? Стало ли удобнее хоккеистам, любителям? Появились ли коробки? Может быть, улучшилось их оснащение? Как поменялась ситуация за вот эти вот 10 с лишним лет? В лучшую сторону поменялась. Коробки практически во всех поселениях. Да не правильно, во всех поселениях сейчас коробки. И не одна? Да, и не одна. И как бы езди, переодеваться. Даже во многих езди, и даже и помыться. То, о чем раньше можно было только, пожалуй, мечтать. Совершенно верно. Раньше у нас не было коробки. Мы выезжали там в горки десяток, Алексею, там играли. Появилась коробка у нас. Уже пропало желание куда-то ездить. Уже приглашали всех к себе играть. Создаются условия. Да. Действительно. И это немаловажно. Потому что, если есть коробка во дворе, то она должна должным образом функционировать. Летом это футбол. Зимой это лед. Не так, скажем так, не такая длинная у нас зима, к сожалению. Поэтому мы стараемся выжать с этой зимы все. Быть на этом льду как можно больше. Но у нас то снег, то оттепель. Приходится с этим бороться. Вы представьте, если коробка хоккейная засыпана снегом толщиной 50-60 сантиметров, ее невозможно вынести оттуда на руках. Это должна подключиться и техника, и люди, и руки. Слава Богу, сейчас это все набирает обороты. И любительский хоккей, взрослый хоккей в поселениях действительно есть. Да, стал поддерживаться администрация, стал поддерживаться обычными людьми. То есть хоккей стал небезразличным. А как вы думаете, благодаря чему главная цель турнира «Русская классика» это популяризация хоккея. Ну и, в общем, здорового образа жизни. А нужно ли сейчас популяризировать хоккей? Вот, например, сын занимается хоккеем. Так у них там под 50 человек в группе детей. То есть вид спорта достаточно популярный. Вид спорта популярен, вид спорта востребован. И, ну, можно сказать так, что столько людей, столько детишек, которые хотят заниматься хоккеем, но им просто ну негде заниматься. Ведь зима проходит, приходит лето. Летом это только специализированный, закрытый спортивный комплекс. То есть ледовый наш Воденцовый. Соответственно, если бы мы имели возможность в поселениях хотя бы 9 месяцев в году держать этот лед искусственный, заливать его, начинать там с сентября, с октября месяца, то, поверьте, в каждом поселении бы появились и детские секции. И так же проводились бы турниры между поселениями хоккейными. То есть мы бы, наверное, добились, вот если бы все появилось, мы могли сказать, что да, мы добились того, к чему мы идем. Мы взрослые, но мы не должны забывать о наших детях, о нашем подрастающем поколении. Поэтому мы очень сильно хотим, чтобы они переняли это у нас и так же дальше этим занимались. Но для них нужно создать, в первую очередь, условия. И они не будут заниматься ничем непотребным и будет время занято. И я считаю, что мы сейчас, в принципе, к этому медленно, уверенно пришли. Это очень серьезный вопрос. Нам нужно занимать детей. Не обязательно. Выбор, у ребенка должен быть выбор. Но не обязательно это волейбол, футбол, спортзал. Ребенок хочет заниматься хоккеем. Он должен встать и сказать, я хочу заниматься хоккеем, пойти и начать им заниматься. А мы там поможем. Потому что, к сожалению, очень сложно добираться из Кубинки в Одинцово, из Голицына в Одинцово, учитывая колоссальное количество автомобилей, пробки. Это все очень сложно. Поэтому, я считаю, наша задача – это создать на местах возможность занятия хоккеем. Это было бы очень здорово, потому что не все мечтают быть олимпийскими чемпионами. Кто-то просто хочет быть здоровым, кто-то просто хочет играть в хоккей. Совершенно верно. И это очень важно. А сейчас, к сожалению, мы либо растим олимпийских чемпионов, либо сидим дома и, в лучшем случае, пинаем мячик во дворе вместе с ребятами, которые тоже не хотят быть профессиональными спортсменами. И надеюсь, что все-таки вот это, то, о чем вы сейчас сказали, реализуется. Да, и можно будет сказать, что все эти годы мы не зря потратили. Ну, если начинать, мы начинали в турнирах, в первых, там, у Алексея, в Горках, четыре команды, в следующий год шесть команд, на сегодняшний день в наших турнире только в часах десять команд и так далее, и так далее. С каждым годом команды прибавляются, прибавляются. Сейчас даже в поселениях по две команды стало, если раньше одна команда недели набиралась. И это очень радует. Кстати говоря, на выходных прошел второй матч турнира «Русская классика». На этот раз в Старом городке играли «Армада» и сборная Никольского поселения. А вот кому улыбнулась удача, давайте посмотрим. После очередной расчистки льда на поле выходят опытные хоккеисты. В товарищеском матче турнира «Русская классика» встретились сборная Никольского поселения и команда главы Одинцовского района «Армада». Снежная погода осложнила условия игры, но не испортила настроение игрокам. Ощущения самые яркие, самые необычные, наверное, со времен школы. Еще когда я был маленьким, в шестилетнем, в восьмилетнем возрасте играли. На вот таких коробках и шел снег. Нам было ни по чем совершенно, ни погода. Сегодня самый правильный день для русского хоккея, для русской классики, именно для уличного хоккея. Потому что идет снег, и как в далеком детстве нам все ни по чем. «Армада» стала атаковать с первых секунд матча, но контактная борьба за шайбу у ворот хозяев и льда не закончилась успехом. Инициативу перехватили игроки сборной Никольского, правда, ненадолго. Счет открыл номер 13 «Армада» Алексей Зеленов. Реализовать опасный момент не помешали даже непростые погодные условия. «Мы не можем рассчитать полет шайбы, точную передачу. Это так же, как футболисты, когда играют в ливень, в дождь. Это требует особых навыков, особого умения, потому что все передачи делаются с трудом, с поверху. И непредсказуемо, как отскочит шайба от борта или от соперника». Это сегодня Андрей Иванов и Алексей Зеленов играют заодно. Еще неделю назад они были соперниками. Тогда Одинцовские хоккеисты одержали верх над Горковской снежинкой со счетом 11-5. Ничего удивительного, говорят игроки. «Армада» – команда сборная. «Мы очень дружим с командой «Армадой». Я считаю, что все наше хоккейное братство – это одна единая команда. И в Одинцовском районе, и в каждом поселении в частности. На самом деле, хоккей – вид спорта, который объединяет». «Исторически Алексей в моей команде у нас сборная такая команда, которая играет на центральной поляне, в ледовом дворце нашем. Но когда мы выезжаем в поселение, все-таки приходится делиться по месту прописки». Пока вратарь «Армада» скучал в одиночестве, его коллега из сборной Никольского поселения ловил шайбу за шайбой. Гости предпринимали одну атаку за другой. Хозяева успешно оборонялись. «Угра тяжелая, сами видите, какие условия. Как бы всем нелегко, все в одинаковых условиях. Будем стараться. У них команда, конечно, сильная, но мы не будем сдаваться до последнего». Второй матч турнира «Русская классика» закончился счетом 6-1 в пользу гостей. При этом 4 очка из 6 своей команде принес номер 13 Алексей Зеленов. В следующий раз «Армада» выйдет на лед уже 10 февраля. Теперь ей предстоит сразиться с командой из «Горок вторых». Алексей, 4 шайбы из 6 на вашем счету. Это удача в тот день вам улыбнулась или все-таки закономерный результат долгих тренировок? Это слаженная, сыгранная игра и немножечко везение. Все вместе. Я честно могу сказать, я благодарен и организаторам, и ребятам из старого городка, потому что там всегда приятно играть. И повторюсь, что я окунулся в атмосферу своего детства, когда мы просто вот если играем, мы стараемся как-то исключить вот эти дни, когда непогода, оттепель, там снег. Мы стараемся не играть. Ну, зачем нам усложнять? Мы подождем день-два, потом выйдем спокойно, поиграем. А здесь мы приехали, и нам нужно довести то, что мы начали до конца, до логического. Поэтому я играл с хорошим настроением, играл с замечательными партнерами. И, наверное, вот это стало на самом деле ключевым, скажем так, ключевым моментом моего везения. Да, это поддержка команды, сыгранная игра и хорошее настроение. Андрей, вы были на трибуне, вы следили за игрой. Вот как вы думаете, почему сборной Никольского поселения на этот раз не повезло? Ну, не хватило немножко мастеровитости, сыгранности. Хотя, на самом деле, вот на трибунах вы были, наверное, слышали, вратарем восхищались все. Все, в частности, и мы восхищались, мы и команды восхищались. Даже могу честно сказать, что мы болели за старый городок. На самом деле, конечно, он пропустил шесть шайб, но сколько шайб он не пропустил, мне кажется, пересчитать невозможно, потому что игра-то, в общем-то, и шла у его ворот почти все время. Дмитрий очень хороший вратарь, хороший человек. И вообще, хороший хоккеист, хороший спортсмен. Поэтому, когда он защищает ворота, мы всегда подбираем отдельно ключики к этим воротам. Андрей, выходные в Одинцовском районе с точки зрения спорта опять обещают быть насыщенными. Будет турнир в часах. Давайте расскажем телезрителям, кто захочет приехать поболеть, должны знать, куда ехать и во сколько. Совершенно верно. Завтра у нас начинаются первые игры плей-офф. В пятницу у нас будет уже игра за третье место. И в субботу на закрытии будет финальная игра за первое-второе место. Это турнир памяти Александра Демина. Совершенно верно. Во сколько начнется игра? Финальная игра начнется в субботу в 12.00. Это хоккейная коробка в часах. В часах. За третье место в 21.00 в пятницу. Алексей, и у нас еще будет матч в Горках вторых, о котором мы сказали. Правильно? В 12.00, если не ошибаюсь. В 13.00. В 13.00 начало игры. Так что все желающие, но если уж не поиграть, то приехать, посмотреть и хотя бы погулять несколько часов на свежем морозном воздухе. А не для кого-нибудь секрет, это полезно для здоровья. Они приглашаются, а быть может, заразитесь вот этой вот хоккейной лихорадкой и уже в следующем году будете сами играть в составе, может быть, Снежинки, может быть, хоккейного клуба Петелина. Если очень повезет, потому что, как мы уже выяснили, хоккеисты, на самом деле, там, конечно, говорят, что любители, но играют в хоккей очень-очень хорошо. Спасибо всем, кто провел свое время вместе с нами. Спасибо вам, Алексей. Спасибо большое. Увидимся скоро на канале ОТВ. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»